В российских средствах массовой информации бурно обсуждают интервью актёра Алексея Серебрякова, который он дал великому мастурбатору и талантливейшему журналисту-хипстеру Юрию Дудю, в котором, среди прочего, так прямо и сказал, что, мол, до сих пор ни знания, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются нашей национальной идеей. Национальной идеей является сила, наглость и хамство. А также на вопрос провокатора Дудя о законе подлецов, законе, запрещающем иностранцам усыновлять наших брошенных или потерявших родителей детей, недвусмысленно дал понять, что закон этот даже и не подлецов, а мерзавцев форменных. И вот эти-то форменные подлецы-мерзавцы и их прихлебатели набросились с ворой на нашего героя. После этого заявления ему сниматься в России придётся меньше. Не потому, что будет разнарядка. Вот я бы, например, подумал бы, приглашать его или нет после этих заявлений. Хотя артист он хороший. Поэтому можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Режиссёр и депутат Госдумы Владимир Бортко. Мне артист Серебряков всегда не нравился. В нём какая-то желчь, злость. Живёт с границей, зарабатывает деньги в России. А живёт с семьёй в Канаде и поливает нашу страну. Это присуще русской интеллигенции – гадить там, где живёшь. Депутат Госдумы Владимир Жириновский. Честно говоря, у меня к маме сочувствия к Алёше ничего нет. Надеюсь, что он по-прежнему будет сниматься в России, чтобы жить. Потому что там он вряд ли кому-то нужен. Режиссёр Андрей Кончаловский. Певица Эдита Пьеха. Честно признаюсь, что не знаю такого актёра. Но его слова – это просто чушь и бред какой-то. Его, значит, надо лечить. Вот и всё. Я так не думаю и считаю, что такие люди больные. Передайте ему, чтобы обратился к врачу. Это была певица Эдита Пьеха. Хочешь сказать, Эдита нахуй. Жаль, что такой серьёзный актёр, как Алексей Серебряков, уподобляется примитивной Диане Шурыгиной, которая строит свою пиарную историю с душком, ругая весь город, в котором она родилась. Художник Никас Сафронов. Человек выбрал для места жительство Канаду. Это, безусловно, его право. Человек при этом постоянно работает в России и зарабатывает немалые деньги. Я не слышал, чтобы актёр Серебряков был востребован где-нибудь в Канаде, в США или других странах. Зачем же ты после этого выступаешь с такими заявлениями? Какая в этом нужда? Для того, чтобы получить какие-то плюсы на своей новой родине? Это некрасиво и бесчестно. Кинорежиссёр Карен Шахназаров. Лёша умный, тонкий и неравнодушный человек, очень глубоко воспринимающий всё, что происходит со страной, и очень взволнованный этим. Актриса Лея Хиджакова. У России сегодня два смертельных врага. Серебренников и Серебряков. Один разворовал все деньги, выделенные на культуру, и осталось только на самом донышке. На пару Михалковых и одного Мединского. А другой нас так глубоко оскорбил, что Государственная Дума упала от возмущения в обмороком, всем списочным составом. И Россия теперь лежит беззащитная. Бери, кто хочешь. Одна надежда на Путина, но он на бюллетене. Даже не знает, что делать. Писатель Виктор Шендерович. Вся Россия – страна каких-то жадных и ленивых людей. Они ужасно много едят, пьют, любят спать днём и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них собачья. Бьют их, они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам. Ласкают, они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками. Антон Павлович Чехов Вай-вай-вай-вай-вай. Я, конечно, презираю отечество моё с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне свободу, то я месяца не останусь. Мы живём в печальном веке, но когда выражаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры, и то моё глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. Александр Сергеевич Пушкин Противна мне Россия, просто её не люблю. В России скверно, скверно, скверно. В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в Гуше тоже происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие. Приехав в Россию, я долго боролся с чувством отвращения к родине. Лев Николаевич Толстой Ты, Алёш, не переживай, ты всё правильно сказал. Он, небось, Чехов стал стын-то, наши, уж как Россию кляли, потому как любили её поболее этих подлецов с мерзавцами. А Пушкин наш вообще придирал её с ног до головы. И что? Он от этого перестал быть великим русским поэтом? Ты, Алексей, молодец! Ты, Александр, просто-таки мощный человечище и славный русский актёр! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-